добрый вечер друзья мы приехали полить ту рассаду которую вчера посадили ну и небольшой такой обход в общем уже уже все спокойненько принялось получает что кого нет уж я поотрывал все принялось сегодня не буду полоть уже поздно восьмой час наверное до 7 ну да 8 час а уже завтра приедем муж пораньше муж не пораньше не знаю ну вот так и сейчас польем в этом рассаду и все и хочу вам показать что уже все нормально получается сдох 1 2 3 4 куста 5 5 кустов и это из той плохой рассада то есть как бы и все хорошо а тут остальные остальные вообще все шикарные эти уже все ровненько стоят макушечки уже вот начали такие прям ядреного цвета начали хорошо расти так что все нормально я даже не перед не буду сейчас переодеваться просто переобуюсь и все а это не вылазит вон смотрите горох лезет горох же вроде горох ну да вот это ряд фасоли фасоли пока нету зато сорняки лезут отлично эти какой асфальт не буду сегодня ничего пробивать а завтра а завтра уже все попробуем посмотрим как она тут ну что же и фасоль повылазит пока непонятно вот так ну а горох лезет вот горох видите и вот горох все лезет вот горох вот горох и тут только шахнет вот лезет вот горох видите горох пролез спокойненько через асфальт и вот ну в общем уже весь полез а фасоли пока не вижу не видно фасоль хотя фасоль тоже а вот смотрите прям прям там где надо копнул видишь вот он фасолька завтра тоже завтра все пролезет там красота ну и огурцы вот начинают свести а и вон и вон эти цветочки уже распускаются тут еще нет а вот уже цветочек надулся тут вот два и растет красота кабачков кабачков тоже пока не видно да непонятно надо было прям палочку возле него тыкнуть и возле прям семечки чтоб хоть знаете где ковырять да пока непонятно вот так лук весь ты видишь как лук выглядит щетинкой арбузики растут тоже все хорошо как бы мне нравится картошка еще не вылазит там огород огород да укропа с петрушкой не видно но вот это трещина очень похоже на место разлома где она собирается вылазить не пока нету эта красота уже вот такая большая там видно подросла да да прям видно а вот помидорчик смотрите так как они немножечко притемненных но притененные они даже не попадали и вы видели я их вчера не поливал много кто написал надо было полить чтобы выдавить ну как бы уплотнить почву выдавить с нее воздух ну вчера вчера земля была настолько влажная и настолько был влажный воздух что я решил не поливать и вот они все стоят и очень много написали людей что смотрите что вот этот сорт именно черный принц некоторым очень понравился а некоторым вообще не понравился вкус всех овощей всех овощей абсолютно любого очень зависит от сорта от погодных условий и очень зависит от самой питательности грунта от того что есть грунте какие питательные вещества это очень все влияет на вкус поэтому у всех земля разная и один и тот же сорт может расти на разных землях и быть на вкус абсолютно разный поэтому если земля сбалансирована то есть по всем питательным веществом которые нужны растению то у помидора будет один вкус если земля бедная или холодный год или дождевой год или еще что-то то вкус у помидора будет абсолютно другой точно так же как вы покупаете клубнику и вам всегда говорят да сейчас холодно да еще что-то она кислая вот видите и и точно также с помидором все то есть как бы поэтому нельзя говорить что вот мне не понравился потому что он невкусный а мне понравился потому что он вкусный просто вы вырастили такой или вам попался такой и вот перчик тоже без воды весь до одного стоит ни один не привял красота не нравится ну вот сейчас я их полью потому что сегодня весь день солнышко и возможно что и завтра уже дождя не будет поэтому нужно на ночь полить вот так ну и вот огурчики все четыре тоже даже не приболеть потому что огурцы это вообще не посадка перевалка так что вообще красота все водичка там стоит я думаю я думаю мне ведра хватит это все полить здесь 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 мы с вами посадили кабачки да наверно и перебываться не буду смех а надо думаешь замажешь а я не думаю вот так то может завтра что-нибудь вот водичка стоит я сейчас когда буду уезжать опять эти два ведра наберу там еще есть два можно набрать вон есть кастрюлька ну мне уже я уже поливать больше те помидоры наверное не буду ну как бы уже нет смысла раз они уже все стоят так что нагрелась за день много не надо потому что еще завтра полью асфальт только здесь делаю корешки у них недалеко вот так по 300 грамм по 300 по 200 а муж по 300 нет литровый вот по чуть-чуть только что слышали она говорит вот там еще кусок огорода там еще надо посадить сейчас посмотрим может огурцов правда огурцы идут хорошо да еще штук четыре может там посадить и быть красота тут у нас корень аж вот здесь кто помнит а дальше у каждого помидорки корешок там не наверное мне не хватит одного ведра еще хочу огурцы полить у я там нет жишка не а я полил вот здесь ну давайте поливать все потому что корешки пусть сразу проклевывается по всему стиль стеблю вот так я вам показывал вчера когда садил что есть на всем стебле они уже взрослая рассада так что пусть будет вот так пойду 2 ведро возьму все равно эти огурцы ну вот отличаются еще знаете есть такое у меня вероятность что они будут с пустоцветами но это не точно может там дальнейшем тут огурцов будет и много но как будет начали я не знаю но выглядят не так как те которые я купил первые как земля пробита хорошо пьет 4 кустика он говорит будете каждый день собираться по килограмму огурцов проверим проверим вообще по идее с куста можно собрать килограмм 5 огурцов если очень прям хорошо за ним ухаживать за кустом то есть как бы у нас получается 9 кустов 45 килограмм 45 килограмм это не о чем если так подумать каждый день можно сказать на салат уходит килограмм огурцов да я думаю да все хватит сюда ладно этим вначале мало а вода есть сейчас как заплескаем их это нехорошо но завтра пробьем так что чтобы проверить качество земли сейчас есть лаборатории можно посмотреть в интернете есть где-то у вас или нету можно грунт привести на анализы посмотреть чего в нем не хватает каких веществ и читать я вам не могу вам полностью все рассказать но вы сами можете почитать какое количество каких элементов нужно чтобы помидоры росли хорошо не могу сказать еще что при отсутствии каких-то элементов вы не получите помидоры но могу точно сказать что и при отсутствии каких-то питательных элементов в грунте помидоров могут быть не такие на вкус как рассказано по сорту или по гибриду так что не всегда обижайтесь на помидоры что они вам не понравились по вкусу если у вас земля неудобретная бедненькая скудненькая песчаная плохие погодные условия так что миллион разных причин все ждем ждем когда нарастут помидорки вот так сегодня мы на рынок не ездили были на рыбалке так что этого щевля мы не нашли хотя можно будет завтра послезавтра купить щевля и где-нибудь да хоть здесь даже вот под деревом он будет такой зеленый сочный ему будет нормально такую латочку вот сделать и будет хорошо все ребятки всем пока пока